Сегодня у нас второй комплекс BMX и плеки. Вот и пришел я в парк, парк очень скромный, на самом деле тут супер много места ну там видите да там еще метров за 200 короче вот такие вот разгоночки такая грубая мини рампа с огромным транзитом есть вот какая-то пирамидка здесь тоже кучку свободного места можно было стол сделать конечно но прикольно на самом деле тут граника уровня бордюра два подкатика с двух сторон можно гонять туда-сюда перилка квадратная и вот это золото самая крутая перила ради которой я сюда буду ездить если бы ее не было хрен бы этот наверное катался и бокс тоже кстати очень крутой и очень класс скользит все привет дорогие друзья меня зовут валеран скир сегодня я нахожусь на новом home spot недалеко от дома на севастопольском проспекте 66 под мостом сделали скейт-парк теперь я буду частенько кататься прокачивать свои скиллы и сейчас более подробно расскажу что я здесь буду делать про этот парчок я узнал совершенно случайно знал что здесь что-то строит проезжал мимо велике на янгель на памп трек и там тоже новый помп сделали и так и думаю дай гляну смотрю тут короче этот парчок стоит я здесь покатался один раз на бмксе один раз на роллах на бмкс я тут короче решил что буду раскатываться в квоттерах и гонять туда на дёрты там есть очень крутой стоп-ап трени трюки летом я катаюсь на двух велосипедов велосипедах один у меня mountain bike спешил эти трейл sx с ходами 180 вторую меня вот собственно бмкс для оттачивания техники и для скейт парков вот для памп трека думаю может быть себе еще и 26 байк возьму но на бмкс я катаюсь достаточно давно но очень редко у меня был там огромный пробел и собственно не заморачиваюсь вот и как бы катаюсь так для себя мне велик вот прям очень нравится заходит душевно что касается роликов роликов я катаюсь тоже достаточно давно лет 8 наверное уже лениво потому что по идее если хочешь прогрессировать надо кататься прямо супер много вот но я катаюсь только вот летом это буквально там наверно 2-3 месяца может 4 и стараюсь все-таки тоже побольше гонять ролики у меня короче разорс здесь это про модель галушка шифты они короче здесь платформа меняется можно раму отстегивать и ставить сразу же другую но этой фичи не пользуюсь тут короче винтики надо снимать и говорят супер короче прочная тема вот раму я взял у логинова это короче самая длинная рама которая мне удалось найти на российском рынке это caltech v2 сюда влезают 80 колеса я катался тут недавно на них по городу и почему я взял себе такой сетапчик короче сам ролик мне то есть и не фанат галушка чувак крутой совершенно да но сам ролик мне очень хорошо сел по ноге роллер клубе не было размеров того чего я хотел и в итоге короче вот razors зашли прямо на ура прямо вообще с них кайфую единственное здесь тяжеленький внутренний что касается рам все меня подкупила длина я поскольку все-таки в большую часть времени катаюсь на лыжах и на роликах я как в корову на льду мне не хватало устойчивости этого думаю блин дай возьму короче самые длинные рамы и нашел вот эти рамы размер час не помню там 270 что ли 280 короче есть кому интересно могу в комментах написать вот сама прикольная вот расстояние между рокерами большой и мне гораздо со своими выжданными заморочками проще попадать на скольжение что касается короче колес у меня стояли здесь какие-то дерьмовые колеса 70 и они вообще не ехали то есть меня на других рамах ехали гораздо лучше шестидесятки вот потом я поставил 80 кайфанул с 80 очень хороший накат по городу по плитке на двух колесах на 4 точнее да с анти рокерами можно кататься по городу то есть я мог заехать скейт-парк по прыгать там на бордюр на какие-то граньки и поехать потом по городу с ребятами покататься либо сам там почилить вот по отрабатывать тот же свитч потом они у меня сточились до 72 миллиметров и я тут короче видите здесь проставочки есть меняются можно разное положение поставить очень удобно на самом деле можно даже во время катания могут анти рокера поднять и по городу не цеплять ими кататься на 7 вторых либо опять же на 80 колес короче очень крутая что касается колес короче тоже что попал брать нельзя как выяснилось я взял себе колеса хайпер 80 85 опыт у меня не супер много с колесами но мне очень понравились я прям с них вообще кайфуем очень крутые колеса что еще интересного то по поводу устойчивости прям тоже до рабочая тема я катался на многих рамах с разными колесами с разными размерами и вот это вот у меня получился идеальный сетап сегодня получилось довольно-таки забавное утро я что-то спал не очень меня закусали комары я такой думаю типа блин чё дом ловить любой непонятной ситуации надо идти катать и поскольку около дома у меня есть вот теперь такой парк я сорвался с первыми лучами солнца катать взял бэмик чтобы побыстрее добраться до спота съехать с горки не топать пешком и ролики сейчас будем отрабатывать лыжный джипчик и я вам как раз расскажу свои мысли по этому поводу короче 6 утра меня проперло на поговорить с телефоном что касается вел тематики мне очень нравится динамика можно прыгать дёрты это гораздо проще и доступнее нежели чем прыгать какие-то пролеты на роликах и на роликах это гораздо сложнее и термоопаснее чем на велосипеде ну и вообще не знаю где на роликах можно типа кайфово что-то попрыгать на велике как-то вроде сел попрыгал есть где во всяком случае и на велосипеде конечно более доступные любые споты ну колеса больше и хочешь в лес хочешь не в лес куда хочешь туда и едешь хочешь просто по городу катаешься вот это лето провел практически все в химках на левом берегу там legato построили очень крутой pump и там прокачивал скиллы базовые навыки так сказать чтобы дальше прогрессировать и более правильно управлять велосипедом это лето достаточно в москве жарко я прям мне очень нравится никуда даже не ездил принципе не особо-то и хочется на велике можно сесть а хочу кстати знаете чего безумно попрыгать на ролах в казани в этом гурами большую поролонку говоря туда уже кто-то ездил по идее очень круто можно делать супер клевые темы ну в плане того что мне кажется на 3 по должно хватать вот в этом этим летом я что на работу забил практически туда не хожу так чисто отметиться и получаю так сказать удовольствие атлета в этом сезоне собрал себе новый скейт видосики там буду постить скейт взял знаете для чего чтобы не ходить пешком а кататься типа знаете это альтернатива я бы назвал самокату то есть у самоката есть руль у скейта нет и на скейте повеселее по понтове и мне понравилось кататься на скейте в помп-треке и самое главное я на скейте катаюсь не правой ногой своей вперед который я скольжу на лыжах а левой ногой стараюсь больше кататься ну то есть меня еще ноги ну забиваются мышцы и прокачиваю а ничерал стойку тем самым на самом деле супер полезная вещь и как утверждают ученые или кто-нибудь там научпоп что если вы развиваете правую левую сторону у вас нейроны новые формируются то есть спорт вообще в принципе очень полезная вещь много задачности различного уровня то есть вам надо координироваться постоянно очень много мозговой деятельности процессов мозговых и можно не совсем оттупеть так сказать от безделья а наоборот даже прокачаться и говорят во всяком случае там посмотрим в общем движение жизнь есть правила поведения в экстрим парке и тут есть то что запрещается находиться на территории состояния алкогольного пения кататься в дождь при мокром покрытии кататься в экстрим парке детям без шлема и экипировки без сопровождения взрослых катать детские коляски использовать не предназначены для экстремального катания спортивный инвентарь касается электросамокатов как минимум и просто самокатов нет рукавых так тут у меня есть подручные средства будут помогать осуществлять мне съемку с разных ракурсов солнце у нас светит оттуда будем снимать значит здесь поставим кирпич главное у него не врезаться и сейчас закреплю на нем камерку на роликах как на лыжах вы катаетесь лицом вперед у вас прокачивается центральная стойка то есть вы не можете сдавить нос и отсесть на тейл потому что ролики у вас из-под вас были у меня кстати здесь благодаря тому что длинные рамы я могу так вот сидеть можно контракт делать вот и для начинающих я бы советовал все таки начинать трюки делать на бордюре просто стел прокачивать но стараться именно ставить правильно ноги отличие роликов от лыж на лыжах вы скользите у вас нога это так стоит это под наклоном на роликах если делать скольжение уфа у вас ролики стоят вот так вот если вы делаете royal то у вас получается вы скользите на внешней части стопы то есть вы подворачиваете голеностоп и стоите вот так вот ну соответственно у вас получается движение и задницу вы вперед руки тоже вперед чтобы не падать чтобы ролики с под вас не вылетали вот и я какое-то долгое время отрабатывал это все на парапетах на низеньких бордюрчиков в парке горького часто зависал там собственно наверное и больше всего прокачался начало ребята и набрать или скейтеров то есть увидел на роликах в отличие от лыж самая фишка сесть как можно глубже блин после 30 садится очень тяжело связки уже не те но возможно и в отличие от лыж на роликах больше надо прям визухе не знаю типа присаживаешься очень много и нету трамплинов на перилу вы как правило толкаетесь на нее постоянно с плоскача и на плоскачу приземляетесь и соответственно чтобы не оббить ноги надо всегда отрабатывать приземление короче в роликах больше такой кошачий стиль присутствует и один из самых главных навыков выживания это грамотно уметь упасть либо спрыгнуть с фигура сначала на небольших ходах просто подъезжаете и запрыгиваете аккуратно отрабатывая прицел опять же у вас лыжи метр восемьдесят ролики у вас 6 раз короче и можно очень хорошо прокачать центральную стойку и потом круто наваливать особенно хорошо ноги качаются на памптреке и самое главное в этой штуке можно отработать анейчерал то есть если вы на самом деле зима просто да беспредел короткая и вы можете летом кататься правой ногой и левой и этого будет вполне достаточно также можно отрабатывать какие-нибудь ходить это не туши 180 но правая и левая нога задействованы и на самом деле даже самый простой вот этот слайд очень помогает для прогресса зиме сто процентов что касается четкости на роликах вам надо вот попасть буквально вот в эти 15 сантиметров на лыжи у вас я не знаю там достаточно большая длина подкрепами базы и сама лыжи метр восемьдесят а тут сантиметров 28 то есть как бы на роликах четкость прицел попадания на перилу прокачивается вообще прям в разы круче ну и баланс соответственно еще один из самых приятных моментов в роликах что за минуту вы можете прыгнуть на перилу раз 15-20 если вы засекали когда-нибудь время джибинга на обычной фигуре это у вас две-три минуты как правило занимает нормальная фигура поэтому попытки на роликах значительно больше и быстрее нежели чем на лыжах опять же плюс прогресс зимой я что-то прикинул у меня был как-то видос даже не один я катался зимой в скейт-парках на лыжах вот что естественно они же открытые снег насыпят я сделаю здесь кикулю и буду здесь делать базовый джибчик раскатываться потом соответственно будем пробовать на эту перилу если получится то либо вот в том месте либо вот в этом поставлю железную трубку короче я уже вроде говорил каких-то видосах и denis бонус говорил это неоднократно после его слов кстати я начал тоже об этом задумываться и сталкивался с этим короче суть том что если вы точите пластик трюки то потом вам сложно переносить эти трюки на железный рейл потому что он совершенно по-другому скользит поэтому если у вас есть возможность точите базу на пластике и при первой же возможности перейти на перилу переходите на нормальный рейл то есть не надо зависать это зоны комфорта из нее надо выходить то есть я понимаю что пластик это типа безопасно и прочее там падать на него приятнее но чуваки однозначно котируются только рейлы ну конечно же высокие рейлы это вообще детская шалость но на самом деле я как-то и из бордюрчика навернулся не кисло на ровах поэтому мне пока это шалости хватает я почувствую стабильность буду идти дальше и 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 вращение, то есть, ну, не вылетая даже за пределы холпинга, вот, и, соответственно, потом вы оденете лыжи и такие, вау, что я могу, вообще, на ралах свитч прокачать, святое дело, и плюс можно делать 180 в неудобную сторону, можно освоить также треху, и тем самым ускорить свой прогресс, и вообще, в принципе, развиваться в нужном направлении, в вашем любимом деле. Кстати, еще один момент, опять же, на тему лыжи-ролики, лыжи-роллеры. У меня часто бывает после горнолыжного сезона голеностоп слабеет, потому что ботинок там высокий, он выше, и фиксирует очень хорошо голеностоп. В роликах такого нету, у вас ролик подвижен, и голеностоп всегда работает, то есть, здесь очень хорошо еще прорабатываются связки, чтобы у вас не ослабевали совсем голеностопы. Вот такой вот получился неожиданный для меня ролик, я думаю, для вас тоже. На самом деле, очень сложно собраться с мыслями, с настроением, приехать на локацию и что-то снимать. Это такой геморг, я люблю все-таки кататься в удовольствие. И у нас уже 25 сентября, зима уже скоро наступит, осталось буквально пару месяцев. И в Шерегеше будет первый паудер. Говорят, уже типа 18 августа там выпал первый снег. Была куча каких-то там хайпа и репостов. Вот. Я буду продолжать кататься на велике на роликах до первых холодов. Переберусь потом в рамстрой. Планирую доехать все-таки в Крылатское на подушку. Начну активно ходить на батут. И что хочу сказать. Если у вас вдруг есть желание, пишите мне в личку, либо в ВК, либо в комментариях. Если захотите вдруг покатать, я вам отпишу и скажу, где, когда буду, на чем. И можно совместно покатать. Если кто хочет что-то потренить, тоже пишите, что-нибудь придумаем. У меня просто пока неотважена ситуация. Я немножко в этом плане ленивый на тренировке. То есть, опять же, покататься я люблю, а тренировать такое, это уже работа ответственная. Надо, соответственно, найти какой-то подход, постоянно анализировать, найти прям оптимальное решение, чтобы прогресс был быстрее. Это очень такой трудоемкий, объемный, все-таки мозговой процесс. Плюс надо учитывать, опять же, настроение, время и прочее. В общем, с вами был Валерон Скир и мой утренний ролик с первыми лучами солнца. Всем до встречи, пока, увидимся в парках.